Его называют одним из лучших в Центральной России. 145 гектаров земель. Сочетание уникального природного ландшафта, исторических объектов и современной инфраструктуры. Главное достояние – прекрасная лыжная трасса. Лазутинка ласково называет Одинцовский парк культуры спорта и отдыха местные жители. Это все-таки уникальное место, потому что, я бы даже сказала, намоленное место лыжниками. Почему? Потому что ранее здесь, вот буквально в нескольких метрах от нас, у нас начинался круг беговой 8 километров. И он проходил по всей протяженности, с очень хорошим рельефом. И поэтому очень много спортсменов абсолютно разного категории здесь тренировались. Более 50 лет назад местные жители проложили в Подушкинском лесу лыжный маршрут. Лариса Лазутина – легендарная чемпионка – готовилась здесь к соревнованиям. Помнит, как непросто шла работа по созданию парка, как недоверчиво относились к этой идее местные жители. Мы их убеждали, рассказывали, нам не верили. Они также писали во все инстанции против этой трассы. Но когда, вы знаете, ее построили, я этих бабулек встретила на этой трассе. И они говорили, боже мой, какой молодец наш Александр Георгиевич, такую нам дорожку сделал. Ровную, красивую, хорошую, удобную. Сегодня этот парк можно назвать универсальным. Профессиональные спортсмены и любители. Дети, семьи, пожилые люди. Здесь каждый найдет занятие по душе. Но этот комфорт и достойные условия обеспечивает круглосуточный труд персонала. Действительно, мы перешли на работу в три смены. В том числе и ночью производится оснижение, укатываются трассы. Для того, чтобы с утра люди пришли и могли уже, так скажем, перед работой пробежаться на лыжах, получить какой-то заряд бодрости и с комфортом поехать на работу. В выходные дни парк посещает около пяти тысяч человек. И это неудивительно. Такой лыжной трассы в округе больше нет. Да и по всему Подмосковью равных мало. Искусственное оснижение нашей лыжероллерной трассы идет полным ходом. У нас готово 800 метров лыжной трассы. То есть где-то порядка трех тысяч кубометров снега мы уже сделали. Сейчас продолжаем работать по оснижению. Задача минимум, я считаю, на этот сезон выполнена. У нас есть полноценный 800-метровый круг для катания. Следующая наша, так скажем, стратегическая задача – постараться оснежить два с половиной километра. Здесь проводят тренировки лучшие спортивные клубы. Качели, карусели и лазалки – излюбленное место для прогулок с детьми. Городские праздники и мероприятия на свежем воздухе всегда проходят на ура. У посетителей парка нареканий нет. А пожелание у всех только одно – чтобы зима была снежной. Очень здорово, что даже пока еще снега нет нигде, у вас он есть. Поэтому спасибо, здорово. И вкусные хот-доги у вас здесь еще. Я в этом году на этой трассе только второй раз. Ну, только недавний снег здесь на доле. Поэтому, ну, как бы вот очень хорошо. И когда есть поблизости, куда-то пойти покататься. Потому что когда снег выпадет неизвестный, зимы тоже непонятно какие бывают. Поэтому искусственный снег – большое дело. Мы его очень любим. Вот с сыном гуляем здесь регулярно. Как появляется свободная минута, мы приходим погулять сюда. Мы живем недалеко. Нас здесь знают. Мы здесь знаем. Парк нравится. Хочется еще больше горочек сделать. Но пока что, говорят, нельзя. А очень хочется. Я даже сам пытаюсь здесь иногда горочку сделать. Там кто-то вот катается. Но снега не хватает. А парк замечательный. Мы его очень любим. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».